Этика поминания Аллаха и обращений к Нему с мольбами Есть целый ряд узаконенных правил и необходимых условий поминания Аллаха и обращений к Нему с мольбами. Каждый, кто их соблюдает и выполняет, близок к достижению желаемого. В противном же случае человек будет достоин ненависти Аллаха, удаления от Его милости и отказа, да упасет нас от этого Аллах. Эти правила и условия приводятся ниже. Первое. Необходимо знать, что, желая обратиться к Господу с той или иной мольбой, пророки, посланники и праведники сначала приносили Ему покаяние и всячески проявляли свое смирение перед Ним. Потом воздавали тому, кому они поклонялись, подобающую Его положению хвалу и возвеличивали Его. И только потом просили Его даровать им то, в чем они нуждались. Так, желая обратиться к своему Господу с просьбой, любимиц Аллаха Ибрахим, мир ему, сначала воздал Ему хвалу, сказав о нем такие слова. «Который создал меня и который ведет меня прямым путем, который кормит и поет меня, а когда я болею, исцеляет меня, который умертвит меня, а потом воскресит, и который, надеюсь, простит мои прегрешения в день воздаяния». Сура поэты, аяты 78-82. Таким образом, Ибрахим, мир ему, шесть раз воздал хвалу Аллаху, упомянув о том, что он является творцом, ведущим прямым путем, дарующим пропитание, исцеляющим от болезней, оживляющим и умершвляющим, а также прощающим. После этого Ибрахим, мир ему, попросил даровать ему шесть вещей. «Господь мой, даруй мне власть и присоедини меня к праведным, и сохрани добрую славу обо мне в последующих поколениях, и сделай меня одним из наследников сада блаженства. Прости моего отца, ибо он относился к числу заблудших, и не подвергай меня позору в тот день, когда все люди будут воскрешены. Сура поэты, аяты 83-87. И Аллах выполнил все эти просьбы, кроме одной. О первой просьбе Аллах Всевышний сказал, «Мы уже даровали членам рода Ибрахима Писание и мудрость, и наделили их великой властью». Сура женщины, аят 54. О второй просьбе он сказал, «И поистине в мире вечном он непременно окажется среди праведников». Сура корова, аят 130. О третьей просьбе он сказал, «Мы оставили добрую память о нем среди позднейших поколений». Сура выстроившаяся в ряды, аят 108. Ответом на просьбу «И сделай меня одним из наследников сада блаженства» стали слова Аллаха «Да пребудут с вами милость Аллаха и его благословение, о члены рода Ибрахима». Сура худ, аят 73. Что же касается пятой просьбы, то об этом в Коране сказано так. «Когда же Ибрахиму стало ясно, что его отец, враг Аллаха, он отрекся от него». Сура покаяния, аят 114. Аллах почтил мусульманскую общину, не спаслав ей суру Аль-Фатиха, первая часть которой является прославлением, а вторая, начиная со слов «Лишь тебя просим о помощи», мольбой. Муса, мир ему, также сначала воздал Аллаху хвалу, ибо в Коране говорится, что он сказал, «Ты наш покровитель, так прости же нас и помилуй, ибо ты лучший из прощающих». Сура ограды, аят 155. Как сообщается в одном из хадисов о заступничестве, в день воскресения люди будут просить пророков, мир им, заступиться за них перед Господом. Но каждый из них упомянет о своем поступке, откажется и скажет, «Идите к другому». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Я же скажу, я заступлюсь за вас и обращусь к своему Господу за разрешением на это, которое будет мне дано. После чего он внушит мне слова хвалы, с которыми я обращусь к нему и которых не знаю сейчас. Я воздам ему эту хвалу и склонюсь перед ним в земном поклоне, а потом мне будет сказано, «О, Мухаммад, подними голову и говори, и тебя выслушают. Проси, и тебе будет даровано. Обращайся с заступничеством, и оно будет принято». Как видно из содержания этого хадиса, прославление будет предшествовать заступничеству. Передают, что Фадаля бин Убайт, да будет доволен им Аллах, сказал, «Услышав, как один человек во время молитвы стал взывать к Аллаху, не восславив его и не обратившись к нему с мольбой за пророка, мир ему и благословение Аллаха, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Этот человек поторопился». Потом он подозвал его и сказал ему, или кому-то другому, «Когда кто-либо из вас будет молиться, пусть начнет с прославления и восхваления своего Господа, потом призовет благословение на пророка, а потом обратится к Аллаху с такими мольбами, с какими пожелает». Второе. Обращаясь к Аллаху с мольбами, человек должен проявлять искренность, желание, страх и смирение, поскольку Аллах Всевышний сказал, «Поистине они спешили творить благое, взывали к нам, побуждаемые желанием и страхом, и проявляли смирение перед нами». Сура пророки, аят 90. Третье. Обращаясь с мольбами к Аллаху, следует проявлять решительность и не говорить «даруй мне, если пожелаешь». Передают, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Пусть никто из вас ни в коем случае не говорит, о Аллах, прости меня, если пожелаешь, о Аллах, помилуй меня, если пожелаешь». Но проявляет решительность, обращаясь с мольбами. Ведь Аллах всегда делает то, что желает, и никто ни к чему не может принудить его. Передают, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Когда кто-нибудь из вас станет обращаться с мольбами к Аллаху, пусть проявляет решительность в просьбах и ни в коем случае не говорит, о Аллах, если захочешь, даруй мне то-то, ибо поистине никто и так ни к чему не может принудить его». Как сообщается в другой версии этого хадиса, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Но пусть проявляет решимость и выражает желание получить нечто великое, ибо поистине нет ничего такого, что Аллах затруднился бы даровать». Четвертое. Необходимо твердо надеяться на Аллаха и не отчаиваться в его милости. «А если ответ на мольбу задержится, не следует считать, что ждать приходится слишком долго, ибо всему свое время». Передают, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Каждому из вас будет дан ответ, если только человек не станет торопить события и говорить, я обратился с мольбой к Аллаху, но не получил ответа». Пятое. Следует обращаться с мольбами не только за себя, но и за других верующих, ибо Аллах Всевышний сказал, «Проси прощения за свой грех и проси его простить верующих мужчин и женщин». Сура Мухаммад, аят 19. Шестое. Следует предварять мольбу произнесением свидетельства единобожия, как сделал это Зумнун, то есть пророк Юнус. Аллах Всевышний сказал, «Однако воззвал он во мраке кромешном, нет Бога кроме тебя, причист ты. Поистине, был я одним из несправедливых». Сура пророки, аят 87. Сначала Зумнун произнес слова свидетельства единобожия, потом засвидетельствовал, что Аллах свободен от недостатков, а потом признал, что он сам проявил несправедливость. Аллах Всевышний сказал, «Мы вняли его мольбе и избавили его от скорби». Сура пророки, аят 88. Седьмое. Следует обращаться с мольбами тихо, так, чтобы их слышал лишь тот, с кем человек ведет тайную беседу. Аллах сказал, «Взывайте к Господу вашему смиренно и тайно». Сура ограды, аят 55. Передают, что Аль-Хасан Аль-Басри сказал, «Обычно мусульмане усердно обращались к Аллаху с мольбами, но делали это так, что их голоса были не слышны, поскольку они говорили со своим Господом только шепотом». Восьмое. Когда будешь просить что-то у Аллаха Всевышнего, проявляй смирение и покорность, и не считай, что можешь добиться чего-либо самостоятельно. «Разве ты не знаешь, что Якуб, мир ему?» сказал, «Поистине решение принимает только Аллах, на Которого я уповаю, и пусть на Него уповают уповающие». Сура Юсуф, аят 67. И желание Якуба, мир ему, который хотел встретиться с Юсуфом, исполнилось. В Коране сказано, Юсуф сказал, «Господь мой, темница для меня милее того, к чему они меня призывают. Но если ты не отвратишь от меня их козни, я возжелаю ее и окажусь одним из невежественных». И его Господь внял ему и уберег его от их козней. Поистине он, слышащий, знающий. Сура Юсуф, аяты 33-34. Это значит, что Аллах слышит мольбы, и он привел дело Юсуфа, мир ему, к счастливому завершению, когда тот признал собственное бессилие и полностью положился на своего Господа. Девятое. Тому, кто поминает Аллаха, лучше всего сидеть лицом кибле, потупив взор, сохраняя спокойствие и проявляя смирение. Но он может принять и иную позу, поскольку Аллах Всевышний сказал, «Поистине в сотворении небес и земли, чередовании ночи и дня, заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и лежа на боках своих, и размышляют о сотворении небес и земли». Сура семейства Имрана, аяты 190-191. Десятое. Обращаясь к Аллаху с мольбами, необходимо проявлять настойчивость. Передают со слов Абдуллаха бин Масуда, да будет доволен им Аллах, что однажды, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал молитву у Каабы, а Абуджахль со своими товарищами сидел неподалеку, «Один из них сказал другим, кто из вас принесет рубашку плода верблюдицы, которую принесли в жертву люди из такого-то племени, и положит это на спину Мухаммада, когда он склонится в земном поклоне». Абдуллах ибн Масуд сказал, «И самый злосчастный из них пошел и принес эти внутренности, а потом дождался того момента, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, склонился в земном поклоне и положил их ему на спину между лопаток. Я же смотрел на это, не имея возможности сделать что-нибудь. О, если бы были со мной те, кто мог бы поддержать меня!» Абдуллах ибн Масуд сказал, «И они стали смеяться, показывая друг на друга пальцами. Что же касается посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то он не разгибался и не поднимал головы, пока к нему не подошла Фатыма, которая сбросила эти внутренности с его спины. А после этого он поднял голову и трижды воскликнул, «О Аллах, покарай курайшитов!» что сильно подействовало на них». Абдуллах ибн Масуд сказал, «Они верили в то, что в этом городе проклятия сбываются. Пророк же, мир ему и благословение Аллаха, назвал их поименно, сказав, «О Аллах, покарай Абу Джахля и покарай Утбу бен Рабия и Шейбу бен Рабия и Аль-Уалида бен Утбу и Умайю бен Халяфа и Укбу бен Абу Муайта». Абдуллах ибн Масуд сказал, «И клянусь тем, в чьей глани душа моя, всех тех, кого перечислил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, я видел бездыханными в одном из колодцев Бадра». Передают со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что однажды в пятницу, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стоя читал Хутбу, через ворота, выходившие на дому платы, в мечеть вошел какой-то человек. Он встал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и воскликнул, «О посланник Аллаха, наше имущество пропало, а дороги перерезаны, так попроси же Аллаха, чтобы он послал нам дождь». Анас сказал, «Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воздел руки и воззвал, «О Аллах, пошли нам дождь! О Аллах, пошли нам дождь! О Аллах, пошли нам дождь!» Анас сказал, «Клянусь Аллахом, в это время мы не видели на небе ни одного облачка, а между нами и горой Саль не было ни единого дома. Как вдруг позади нас появилось облако, по форме подобное щиту. Достигнув середины неба, оно стало распространяться в разные стороны, а потом пошел дождь». Анас сказал, «И клянусь Аллахом, после этого мы не видели солнца долгое время». Анас сказал, «А в следующую пятницу, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стоя читал хутбу, через те же ворота снова вошел какой-то человек. Он встал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и воскликнул, «О посланник Аллаха, наше имущество пропало, а дороги перерезаны. Так попроси же за нас Аллаха, чтобы он остановил дождь». Анас сказал, «Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воздел руки и сказал, «О Аллах, пусть дождь падает вокруг нас, а не на нас. О Аллах, пусть дождь падает на холмы, невысокие горы, в русло вади и на те места, где растут деревья». Анас, да будет доволен им Аллах, сказал, «После этого дождь прекратился, и, покинув мечеть, мы шли при свете солнца». Одиннадцатое. Желая обратиться к Аллаху с мольбой, следует повернуться лицом к кибле и воздеть руки к небу. Передают, что Абу Муса Аляшари, да будет доволен им Аллах, сказал, «Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел принести воды и совершил ею омовение, вуду. Потом он воздел руки к небу, так высоко, что я увидел белизну его подмышек, и сказал, «О Аллах, прости Убайда Абу Амира». Потом пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «О Аллах, возвысь его в день воскресения над многими твоими созданиями» или людьми. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал, что Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, рассказал ему следующее, «В день битвы при Бадре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посмотрел на многобожников, численность которых достигала тысячи человек, тогда как его сподвижников было только 319. Тогда пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратился лицом к кибле, воздел руки к небу и стал обращаться к своему Господу с мольбами о помощи, говоря «О Аллах, исполни то, что ты обещал мне. О Аллах, даруй мне то, что ты обещал мне. О Аллах, если ты погубишь эту группу мусульман, тебе больше не будут поклоняться на земле». И он продолжал обращаться к своему Господу с такими мольбами, воздев руки, пока с его плеч не упала накидка. Тогда к нему подошел Абу-Бакар, взял эту накидку и набросил ему на плечи, а потом обнял его сзади и сказал «О пророк Аллаха, довольно тебе взывать к своему Господу, ибо он выполнит то, что обещал тебе». После чего великий и всемогущий Аллах неспослал следующий аят «Вспомните, как обратились вы с мольбой о помощи к вашему Господу». И он ответил вам «Поистине я поддержу вас тысячью ангелов, следующих один за другим». Сура Трофеи, аят 9. И Аллах оказал ему поддержку, послав на помощь мусульманам ангелов. Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что обычно, обращаясь с мольбами к Аллаху, пророк, мир ему и благословение Аллаха, никогда не воздевал руки, если не считать молений о неспослании дождя, во время которых он поднимал их так высоко, что становилась видна белизна его подмышек. Передают со слов Сальмана Альфарисе, да будет доволен им Аллах, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Поистине Аллах стыдлив и щедр, и он устыдится своего раба, если тот возденет к нему руки с мольбой, а опустит их ни с чем». Двенадцатое. Место, где человек поминает Аллаха, должно быть чистым и свободным от всего, что может отвлечь от поминания. Вот почему желательно заниматься этим в мечетях и прочих достойных местах. Тринадцатое. Род поминающего должен быть чист, и поэтому в случае необходимости следует удалить остатки пищи, прополоскав его или воспользовавшись зубочисткой. Четырнадцатое. Поминать Аллаха желательно во всех обстоятельствах, за исключением тех, на которые имеются соответствующие указания шариата. Например, во время удовлетворения естественных потребностей или совершения полового сношения, а также во время худбы, если человек слышит голос того, кто ее читает, равно как и во время молитвы, когда следует читать Коран. Пятнадцатое. Если поминающего кто-нибудь поприветствует, ему следует ответить на приветствие, а потом вернуться к своему занятию. Если в его присутствии чихнут, ему следует произнести слова благопожелания чихнувшему, а потом вернуться к поминанию. Если он услышит слова худбы, ему следует прослушать ее до конца, а потом вернуться к поминанию. Если он слышит слова призыва на молитву, ему следует повторить их, а потом вернуться к поминанию. Если он увидит, что совершается нечто достойное порицания, Он должен отвлечься, чтобы воспрепятствовать этому А потом вернуться к поминанию Если у него попросят наставление, он должен дать его А потом вернуться к поминанию Если его одолеет дремота, ему следует поспать, а потом вернуться к поминанию И он должен поступать также в иных подобных обстоятельствах